Всем криптопривет! Прошлой неделе началось с падения цены на биткоин и им же закончилось. В среду на бирже BitMix курс вовсе опускался до 6097 долларов. Ослабление главной криптомонеты вызвали технические факторы, но и без новостей тоже не обошлось. Короче, это не предел. Биткоин провалится ниже 6, и только после этого, возможно, начнется восходящая коррекция. Поговорим об основных новостях рынка прошлой недели. Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала инструкцию для инвесторов в ICO. По мнению SEC, любая криптовалюта, созданная в результате ICO, должна рассматриваться как ценная бумага и, соответственно, попадать под действие существующих требований к раскрытию информации и законов о защите инвесторов. В течение следующих нескольких месяцев SEC начнет развивать свое киберподразделение, которое будет разбираться с ICO, предлагающими незарегистрированные ценные бумаги. Однако спустя пару дней рынок криптовалют получил неожиданную поддержку от представителей комиссии по ценным бумагам и биржам SEC США Уильяма Хинмана. Он заявил, что некоторые криптовалюты могут не попадать под регулирование SEC, то есть комиссия по ценным бумагам не признала биткоин и эфир ценными бумагами. Эту новость участники рынка восприняли с особым энтузиазмом и биткоин пополз сверх. В четверга все шло как по маслу, потери были отыграны. Росту котировок способствовал полноценный запуск работы сети IOS. Но тут, в середине субботы, досадная ошибка в консенсусном протоколе привела к полной заморозке работы. После того, как сеть легла, курс IOS доллар упал на 4,5%, утащив за собой биткоин. Сейчас сеть работает нормально, однако все в ожидании новых косяков, ошибок, сложностей для новичков и ценовых манипуляций. Еще одной негативной новостью стал отказ Western Union работать с криптовалютами. Хикмек Эрсек, генеральный директор Western Union, сообщил, что компания не планирует разработку решений для предоставления клиентам возможности совершать переводы в крипте. Это стало настоящим шоком для тех, кто ждал проведения платежей на базе технологии Ripple. Однако, Western Union посчитали, что их клиенты любят больше всего фиатные деньги, поэтому решили, пусть так и остается. От предстоящей недели ничего хорошего ждать не стоит, напряжение нарастает. Рынок не уйдет вверх без новых драйверов к росту. Биткоин 4 недели находится в боковом движении. Покупатели неохотно его берут, потому что боятся очередного обвала рынка. Да и продавцы не торопятся наращивать короткие позиции. Владислав Антонов ожидает, что цена продолжит падение. Техническая картина указывает на тест уровня в 6000 долларов. После теста 5800 уже можно начинать рассматривать восходящую коррекцию с целью 8200. За минувшую неделю курс эфира по отношению к американскому доллару упал почти на 5%. Учитывая, что биткоин остается под давлением, на текущей неделе пара эфириум-доллар снизится до 425 долларов, по прогнозу Владислава Антонова. Фаза консолидации биткоина подходит к завершению, поэтому на текущей неделе стоит ожидать активность продавцов. На пути к 425 долларам продавцам встретится уровень сопротивления 468. За минувшую неделю риппл подешевел на 15,6%. Волатильность по нему была выше, чем по другим альткоинам. Если на текущей неделе сохранится нисходящее движение, то падение риппла усилится до 44 центов. Закрытие недели ожидается на уровне 48 центов. При хорошем отскоке мы очень долго можем не увидеть нового минимума. Хороший отскок – это до 51 цента. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и смотрите нас через неделю. Мы обязательно поделимся с вами интересной информацией. До встречи!